Вопрос. Мы видели, как во время совершения Тауафа некоторые люди останавливаются в самом начале и произносят намерение совершить обход. Также мы наблюдали, что некоторые люди сильно толкаются и давят других ради того, чтобы дотронуться до черного камня, и даже дерутся ради этого. Что вы скажете об этом? Ответ. Хвала Аллаху. Эти действия относятся к ошибкам, которые совершаются во время Тауафа. Ошибки бывают разные. Первое. Произнесение намерения вслух при желании совершить Тауаф. Можно увидеть, как паломник обращается в сторону черного камня и говорит «О Аллах, я вознамерился совершить семь кругов обхода малого паломничества» или «О Аллах, я вознамерился совершить семь кругов обхода большого паломничества» или «О Аллах, я вознамерился совершить семь кругов обхода из желания приблизиться к тебе». Произнесение намерения вслух является нововведением, так как посланник Аллаха не поступал подобным образом и не приказывал делать это своей общине. И каждый человек, который поклоняется Аллаху способом, которым не поклонялся посланник Аллаха и которого он не приказал своей общине, вводит новшество в религию Аллаха. Произнесение вслух намерения при обходе является нововведением и ошибкой. Это является ошибкой и со стороны шариата, и с логической точки зрения. Какой смысл произносить намерение, если оно между тобой и Аллахом? А Всевышний Господь знает о том, что в сердцах, и знает о том, что ты совершишь обход. Если Аллах знает об этом, то нет нужды показывать свое намерение рабам Аллаха. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, совершал обход до тебя и не произносил намерения вслух. С подвижники, да будет доволен имя Аллах, также совершали таваф до тебя и не произносили намерения при совершении своего обхода или при иных видах поклонения. Это ошибка. Второе. Некоторые паломники, совершающие таваф, создают сильную давку у йеменского угла и черного камня. Давка причиняет вред и ему самому, и тому, кто находится рядом с ним. Иногда в эту давку попадают и женщины. И, возможно, сатана станет наущать его и женщину, которая будет рядом, и в его сердце возникнет страсть к ней в этих стесненных условиях. Иногда человеком начинает управлять его душа, которая повелевает дурное. И может произойти порицаемое действие под домом Аллаха. Из-за святости места грех будет значительнее и серьезнее, несмотря на то, что подобное является греховным в любом месте. Сильная давка, тиснение других ради того, чтобы прикоснуться к черному камню или йеменскому углу, не предписано шариатам. Но если ты имеешь возможность с легкостью сделать это, то это желательно. А если нет, то ты только указываешь на черный камень. Что касается йеменского угла, то не передается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, указывал на него. Здесь нельзя проводить аналогии с черным камнем, так как черный камень занимает более высокое положение и достоверно передается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, указывал на него во время тавафа. Давка и тиснение других в этом месте не только не предписано, но к тому же из-за этого может возникнуть искушение женщины, если рядом будут женщины. Также давка и совершение обхода в тесноте расстраивает сердце и мысли, ведь в подобном случае рядом обязательно будут люди, и, возможно, от них он услышит слова, которые ему не понравятся, и это приведет его в возмущение, и он не перестанет гневаться даже после оставления этого места. Человеку, совершающему обход, необходимо всегда быть в спокойствии и смирении, чтобы он прочувствовал и полностью посвятил себя этому поклонению Аллаху. Ведь пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, воистину обход вокруг дома, бег между Сафой и Марвой и бросание камешков для поминания Аллаха. Третье. Некоторые люди считают, что таваф без поцелуя черного камня не будет верным, и что целование черного камня является условием верности обхода, а также верности хаджа или умры. Подобные предположения ошибочны. Поцелуй черного камня является сунной, но в то же время не является сунной самостоятельной. Это является сунной для человека, совершающего обход. И я не знаю о том, что является сунной вне обхода. Таким образом, целование черного камня является сунной, а не обязательным действием и не условием. И если человек не поцеловал камень, мы не говорим, что его обход стал неверным, или что в его обходе есть грех. Его таваф будет верен. И если во время обхода была сильная давка, то указать на камень лучше, чем целовать его. Так как именно таким образом поступил посланник Аллаха алейхи вассалям во время давки, и потому что указав на камень, человек оберегает других от причинения вреда и оберегает себя от вреда других. Если какой-либо человек спросит нас во время обхода большая давка, и как вы считаете, лучше ли мне протиснуться и дотронуться, поцеловать черный камень, или лучше просто указать на него? Отвечу, лучше просто указать, так как в этом сунна, и это передается от посланника Аллаха алейхи саляту вассалям. А лучший путь – это путь пророка салаллаху алейхи вассалям. Четвертое. Целование йеменского угла. Не передается, что посланник Аллаха алейхи саляту вассалям целовал йеменский угол. Если какое-либо поклонение не передается от посланника Аллаха алейхи саляту вассалям, то это является нововведением, а не приближением к Аллаху. Посему человек не должен целовать йеменский угол, так как это не передается от посланника Аллаха алейхи саляту вассалям. Об этом говорится в слабом хадисе, но использовать его в качестве доказательства невозможно. 5. Некоторые люди, протирая черный камень или еменский угол, протирают его левой рукой, словно пренебрегая им. Это ошибка, так как правая рука благороднее левой. Левой рукой мы удаляем нечистоты посредством воды или камней, высмаркиваемся и делаем подобное. Что же касается места или моментов, когда следует выразить уважение, то здесь используется правая рука. 6. Некоторые считают, что касание или целование черного камня или еменского угла делается ради снисхождения благодати и поклонения, и поэтому они протирают их, ища благодать. Однако нет сомнений в том, что это намерение неверно. Цель касания, протирания и целования черного камня в возвеличивании великого и всемогущего Аллаха, а совсем не поиск благодати. 7. Поэтому предводитель правоверных Омар ибн-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, целуя камень, сказал «Воистину я знаю, что ты всего лишь камень, который не приносит ни вреда, ни пользы. Если бы я не видел, как посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям поцеловал тебя, то и я бы не сделал этого». Неверное представление и мнение некоторых людей по этому вопросу, а именно их предположение о том, что целью протирания еменского угла и черного камня является ради благодати, привели к тому, что некоторые из них стали приходить с малыми детьми и протирать камень рукой, а после рукой, которой он протер черный камень или еменский угол, протирать своих детей. Это неверное предположение, которое необходимо закончить. Нужно разъяснять людям, что подобные камни не вредят и не приносят никакой пользы, и что камень протирают ради возвеличивания великого и всемогущего Аллаха и поминания его, а также следования посланнику его, да благословит его Аллах и приветствует. Все эти верования и подобные им вопросы, которые не имеют никакого отношения к шариату, но являются нововведением, не приносят человеку, совершающему их, никакой пользы. Однако, если человек не знал, и ему даже не приходило в голову, что это является нововведением, то мы надеемся, что его ошибка будет прощена. Однако, если это совершает человек, знающий об этом, или тот, кто сделал упущение и не спрашивал о своей религии, то он грешен за это. Седьмое. Некоторые люди во время каждого круга обхода произносят особую мольбу. Это является нововведением, потому что подобное не передается от посланника Аллаха и его сподвижников. Пророк не произносил особую мольбу во время каждого круга обхода, как не делали этого и его сподвижники. Самое большее – это то, что он, да благословит его Аллах и приветствует, проходя между еменским углом и черным камнем, говорил, Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Воистину обход вокруг дома, кабы, ритуальный бег между холмами Сафа и Марва и метание камешков в джамараты – это ради поминания Аллаха». Ошибка этого нововведения увеличивается в том случае, если человек во время обхода держит при себе книжицу, в которой написана определенная мольба для каждого круга обхода. И он во время каждого круга читает из нее, не понимая, что говорит. Или из-за того, что он не знает арабского языка и не понимает смысла слов, или из-за того, что он араб, говорит по-арабски, но не знает, что говорит. Мы иногда слышим, как некоторые произносят дуа, которые явно искажены. Например, некоторые говорят, «О Аллах, надели меня своим имуществом, чтобы я не обратился к тому, что ты запретил». Хотя верно говорить, «Надели меня тем, что ты дозволил, чтобы я не обратился к тому, что ты запретил». Также мы видим, что некоторые люди читают эту книжицу, и когда они прочтут мольбу из книги, они ничего больше не говорят и не взывают к Аллаху на протяжении оставшегося круга обхода. А если человек совершил обход быстро, и круг обхода завершился прежде, чем он прочел мольбу, то он прерывает свою мольбу. Исправить это можно, разъясняя паломникам, что человек, совершая обход вокруг Каабы, может взывать к Аллаху теми мольбами, которыми пожелает и которые ему любы. И также он может поминать Аллаха такими поминаниями, какими пожелает. Если люди поймут это, проблема исчезнет. Решение о людях, которые совершают эти нововведения. Люди совершают эти нововведения, или потому что не имеют об этом знания, и им даже не приходит в голову, что они могут совершать запрещенные действия, и мы надеемся, что этим людям не запишется грех. Или они совершают эти действия, зная и намеренно, заблуждаясь и вводя в заблуждение других людей. И нет сомнений в том, что такие люди совершают грех, и им будет добавлен грех тех, кто последует им. Что же касается человека, который не знал об этом, но в то же время не задавал вопросов знающим людям о том, как верно поступать, то мы боимся, что он совершил грех за свое упущение, за то, что не задавал вопросов. Таковы были ошибки, которые совершаются во время тавафа. Просим Всевышнего Аллаха ввести прямым путем наших братьев и сестер-мусульман и улучшить их положение, чтобы их обход соответствовал тому, с чем пришел посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Воистину лучший путь – это путь Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Религию следует изучать непосредством чувств и симпатий, а перенимая то, что пришло от посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Шейх ибн Уфеймин, да помилует его Аллах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова